Всем привет! 10 мая 2019 года. Это, наконец-то, рубрика «Неинтересное видео. Интернет. Дневник Любомира Богоявленского». С вами Любомир Богоявленский. Это моя скромная кухонька. Я только приехал в мотоси с форы. Под впечатлениями. Вот решил для своего дневничка записать видео. Еду вперед, вызываю такси. Думаю, что Бобровичане не будут смотреть. Приезжает новый таксист. Я смотрю и думаю, боже, какой красивый мужик. Какой мужчина. Новый таксист. Это одна из фирм, Бобровичане, где я вызываю такси. Очень красивый. Ну, это к слову, да, как бы. Я еду, потом дальше меня уже отвозил с этой фуры моей, любимого магазина Бобровицка. У меня фура АТБ. Это два любимых магазина, куда я вызываю такси езжу. Потому что далеко очень живу. Значит, и вот, понимаете, я думаю, боже мой. И даже говорил тут, говорю, назад ехал. У меня очень хороший там таксист. Мы, ну, тут все знают, что я ехал. И я говорю, боже мой. Я зашел в эту фору. Я смотрю. Какие мужики у Бобровицы. Какие у нас парни. Какие мужчины. Какие красивые. Какие сексуальные. Какие. Ну, я не могу. Ну, такие красивые. Такие красивые. Я говорю, уже паблик у меня. Подслушанного Бобровица в фейсбуке. Всем торочу. Я ей. Я ей повторяю. Ну, хотя бы один. Красивый. Мне тут бисексуал. Понимаете. Вот. Чтоб познакомиться с ним. Чтоб, извините, трахаться с ним. Я уже домой заберу. Будем постоянно трахаться здесь. Я готовлю кушать. Понимаете. Наварю ему борща. Я сегодня борщ буду варить. Ну, я. Вот. Знаете. Как-то нужно будет. Может, когда-то какие-то рецепты заснять. На видео. Как-то я это не могу. У меня телефон. Мне неудобно. На паузу ставить. Оно потом отключается. Выключается. Я говорю. Боже мой. Ну, для переворота нет. Столько красавцев ходит по Бобровице. Всем говорю. Я ей. Кричу уже. Я ей. Приходи трахаться. Красавец. Нихуя нет. Простите за мой английский. И за это нескромное видео. За эмоции. Я очень добрый эмоциональный человек. Ну, не могу Бобровице найти мужика. Ну, не могу. Уже. Понимаете. Уже. Ах. Ну, красиво. Вот это Бобровице. Знаете. Ну, на самые красивые мужики. Такие мужественные. Такие, знаете. Мужчины. Шостки. Такие. Красивые. Сильные. Спортивные. Часто с сигаретой в роте. Такие в зубах. Такие, знаете. Суровые бобровицкие мужики. Я думаю. Ну, может, господи. Тут есть в Бобровице какой-то красивый, суровый, одинокий мужик. Что я себе его заберу. Да уже приворожу его. Зачаклую. Заколдую. Ни хрена. То есть, даже никто не заявляет, что открытый бисексуал. Вот так пролетает жизнь. Уже будет скоро 32 мне года. Время быстро летит. Буквально пару месяцев остается. И я не могу найти в Бобровице красивого себе мужика. Он мои котенята, кучата. Они, Фиби пошла к этим моим котеечкам. К моим котеечкам. Бил-бил-бил-бил-бил. Котеечки, котеечки. Ну, не видно свет. Да? Фиби. Ну, черная. Фиби чисто черная. Может, глаза хотя бы видно. Фиби, Фиби. Это ж мои вальпургивские котята, которые родились в вальпургиву ночи этого года. Значит, такие, знаете, слава Господу Богу, живущие. Всех пять оставил. Значит, это впервые, Фиби, что пять штук осталось. Ну, буду потом кому-то как-то раздавать. Потому что ферму котов здесь как-то тоже не с руки держать. Потому что столько этих котов у меня. Целая уже ферма. И собак еще. Он Асю подбросили, были маленькая, уже подросла. Еще и собак много во дворе живет. Значит, к чему я веду? Веду к тому, что вот в этом спонтанном видео делюсь. Знаете, вот в Киеве, да, тоже хорошие парни, все. Ну, когда ты вот здесь родился, вот, наверное, психология. Я хочется своего родного, Бобровицка, чтобы он на этом Бобровицком суржике общался. Да, такой перемешку русско-украинский. Да, вот это психология Бобровицка. Это такое родное. Да, вот я скажу так. Вы знаете, у нас Бобровицы у парней. Ну, такие красивые члены. Конечно, я сверхмного не видел. Но то, что хотя бы мельком я видел. Ну, 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 мне, в общем, Бобровицы один был чувак, прислал свой член. Я посмотрела, думаю, боже, ну, это, это уровень Бобровицы. Самые красивые мужчины, самые красивые члены, самые прекрасные, самые уникальные. И я скажу так, что за свою жизнь, конечно, я трахался и в Чернигове у меня был секс, и в Нежине у меня был секс, и был у меня в Киеве секс. И, вы знаете, сравнивая, я скажу так, Киев первое место, потому что там секс был бомбовый. Чернигов отстойк. Не в обиду, если там видят ребята, с кем я трахался в Чернигове, там буквально один-два человека было. Значит, Нежин, это вообще полный отстой, конечно, это самое последнее место Нежин занял в этом списке. Ну, это мой опыт, да, мой опыт. Но Бобровица у меня было пару всего лишь раз. Но какой это секс, какой это секс, не передать. Ну, ребята выезжали, женатые, скажем так, уже давно не живут в Бобровице, и скрывают это все под семью двести пятьдесятью замками. Какие там члены, вы понимаете? Какие тела? Какая душа, конечно, в первую очередь. Бобровица. Ну, то есть, я домой за костей люблю свою Бобровицу. Я коренной Бобровичанин родился в этой Бобровице. И даже был в Варшаве, не остался там жить, потому что тянет меня Бобровицу к себе. И где бы я ни был, в каком бы городе я ни был, меня тянет Бобровицу. И вы знаете, просто тянет, потому что эти люди, да, часто жестокие, такие агрессивные. У меня здесь мало друзей, я столько издевались, мучили. Но наши мужчины, это просто эстетическая красота. Когда я выезжаю в магазин, я смотрю на этих мужчин, парней. Ааа, боже, какие красивые, самые красивые, самые, самые, самые. Ну, и надежда умирает последняя, и постоянно надеюсь, что один из таких красавцев, он подойдет и скажет, милый Любомир, давай с тобой встречаться, давай будем с тобой трахаться, я заберу его к себе и буду варить ему украинский борщ и кормить оливье. И сегодня, конечно, я что купил в фориум, да. Вот только буквально зашел, такси уже привезло. Значит, ну, экстрасенс, это тоже человек, и психолог, это тоже человек, да, как бы. И как гей, я просто обязан самостоятельно готовить, кушать, иначе нельзя. Мне готовит мама, она готовит божественно вкусно, но и по рецептам своих любимых бабушек, покойной бабушки Марии, покойной бабушки Оксаны, она мне была как родная. Вот я тоже готовлю кушать. Мама умеет варить где-то порядка пяти видов борщей. Они безумно вкусные, а я умею всего лишь навсего два вида борщей варить. И они у меня не такие сверхвкусные, но тоже вкусные. То есть это борщ с мясом, это борщ с консервой. Значит, ну, и я сегодня буду варить борщ с мясом, но без фасольки, потому что если сейчас фасолькой можно, я без фасольки буду варить. Ну что, я купил к борщу, сейчас буду готовить. Я думаю, что засниму еще одно неинтересное видео, когда уже будет готовый борщ. Я его сварю, когда будет оливье, но это не один час мне потребуется, я медленно готовлю. Вот, я покажу это, вот, обязательно, думаю, однозначно. А что я купил сегодня? Ну, я пошел, вот, в форе купил такие кусочки свинины. У меня такая есть особенность, я не ем тушенку говяжью. Вот, у меня дядя безумно любит говяжью тушенку. И вот, ну, мои родные, они могут ее есть, я не могу ее есть. Может, я невкусную кушал, но мне просто, я не особо люблю говяжье мясо. Это моя особенность. Возможно, говорю, что я вот немножко попробовал, мне не нравится это мясо, и я перестал его пробовать. Возможно, какие-то особые виды говяжьего мяса, возможно, там еще какие-то. Я не знаю, я фактически никогда говяжье мясо, считай, не бросаю себе в виду. Ну, то есть, я люблю курицу, и я люблю свинину. И я купил сегодня вот такое свинячье мясочко, косточка на борщик у меня, и такие кусочки свиного мяса, на которых я буду варить свой борщик. Значит, что я купил еще сегодня? Ну, я скромно очень питаюсь, знаете. Я сметанку, не то, что я как-то вот тоже, все равно память не всемогущая. То покупал, то покупал, то покупал. Тут уже такси вызвал, время я до конца не смог распределить сегодня. Вот такси поддержает. Я не купил сметанку к борщику, но ничего, буду без этого. Без сметанки сегодня кушать борщик. Я и так его люблю кушать, поверьте, мои дорогие. Вот, а борщ я очень украинский, родной, люблю. По рецептам моих бабушек. Ну, так как мама готовит, я не умею готовить. И она меня не научила, но она тоже спонтанно готовит как-то. Я не научился у мамы готовить ее вот эти коронные борщи. Ну, где-то 5-5 рецептов мамы. Она готовит безумно вкусно эти борщи. По-разному абсолютно. Вот как бы я готовлю немножко по-другому. Значит, ну, тоже вкусно получается. Значит, вот я купил для борщика мяско. Я купил морковку, потому что у меня сгнила морковь моя в погребе, что-то не прижилась морковочка. Вот, я купил капусточку себе, небольшой такой наборщик. Так, я купил лавровый листик у меня закончился, я купил себе лаврового листика. На оливьешечку горошек купил зеленый. Колбасочек купил на оливьешечку. Значит, майонезика купил, понимаете, мои дорогие. И только, вот знаете, душа болит, да, тоже у меня. Мой, боже мой, ну вот, ну как мне хочется, что с бобровицей сейчас. Именно с бобровицей, моя родная, пришел красавец, красивый парень, мужчина. Вот наш бобровицкий, понимаете, родной. Этот прекрасный бобровицкий пенис, да, вот как бы эти прекрасные бобровицкие. Потому что у нас большинство мужчин очень красивенные яйца здесь. Такие, извините, хую бобровицы. Ну это легенды целые ходят. Они, они такие сладкие, они такие потрясающие мужики, тут мужчины. И нет, скажем так, да, то есть, ну ничего, буду кушать в одиночестве. Сегодня вообще я дома сам. Не, ну тут гости ко мне еще зайдут, это однозначно. Там мамы бойфренд зайдет. Думаю, что угощу его борщом, либо оливьешечки дам. Значит, на завтра наготовлю своим родным будет кушать борщик. Значит, ну что я дальше купил, мои дорогие? Огурчиков купил тут на оливьешечку два штучки. Вот морковочка купил, да, уже говорил. Редисочку люблю покупать еще дома. Нет редиски, я люблю кусать редисочку. Вот у меня борщок тоже красный. Там, ну как-то вот фактически закончился. Там еще немножко погреби есть, но я не захотела лезть в погреб. Лук у меня есть наборчик, я даже не показываю. Был, купил его раньше. Тоже лук уже закончился был. Вот, ну бананчики однозначно. Я обожаю бананы, я просто без них не могу жить. Мне нужно, чтобы у меня всегда, хотя бы там еще один банан остался, чтобы я не спеша их кушаю, но мне нужно, чтобы бананы у меня были. В первую очередь бананы. Значит, ну я купил такой вот сыр у меня любимый. Есть вид, который я покупаю, мне нарезали у фори. Его черный мой любимый хлебушка. Я люблю и белый бывает. Ну особенно вот что-то люблю, такой белорусский хлеб называется, да. Я купил пасту, да, такую соус специально к борщику. Но я купил сегодня такой соус, которого раньше я не использовал. Я купил острый соус, потому я буду смотреть, когда буду зажарку на борщик жарить, чтобы не очень он был пекучий, потому что я покупал иные соусы на борщик. И вы знаете, я вот не знаю, есть определенный элемент загадки, интересно даже, какая же будет эта зажарка. И возможно перец я буду, а я люблю, вы знаете, я очень люблю, я в оливье везде у меня перцы. Перцы я вот купил был, у меня такой есть любимый перец. Своя линия украинская, значит, сумишь перцем в меланоприправу. И вот я еще часто использую вот такой перец, он очень вкусный, у меня разные перцы есть. Вот, поэтому, наверное, перца буду мало в свой борщик бросать. Вот, ну, что, мои дорогие, сейчас буду приступать, это не простой процесс, не такой, не молниеносный. Вот, буду варить бульончик уже с мяской, сейчас буду потихонечку обрабатывать, вот, сейчас помою, потом... Ну, еще не буду рассказывать вам рецепты свои скромные. И буду кулинарить, а когда уже я сварю борщ, когда будет готово мое оливье, я, мои дорогие, сейчас я яичек отварю на оливье, я буду, мои дорогие, тогда уже сниму еще видео, с вами немножечко пообщаюсь. Вот такое было спонтанное видео, встреча, неинтересное видео для моего дневника, потому что я люблю вести свой интернет, также дневник, сейчас, видите, поменялось как время, мы все живем в интернете, в виртуальной реальности, где виртуальная реальность соединилась с нами. Это потрясающе, потому что наши предки не имели возможности вести интернет-дневник. Они записывали дневник, часто он погибал, стирался, а как интересно, когда у тебя свои видеоролики на ютубе сохранятся, и потом... Фиби, Фиби, что там, котеечки? Ну, молоко есть, все есть, что-то там, не знаю, что она... А, вылазит она, они вот за ней плачут. Значит, ну, уже, считай, видят. Больше недели прошло немножечко, вот с 30-го часа это была вольпургевую ночь. Вот, ну, значит, куда они родились. Итак, мои дорогие, буду приступать готовить. Всем желаю хорошего настроения, желаю хорошего вечера. Уже скоро вечерок будет, вот, мои дорогие. Цените жизнь, радуйтесь жизни. И, конечно, в этой жизни нужно просто ценить время. И если вы готовите кушать, то готовьте это с душой. Обязательно с душой, мои дорогие. У тебя еще кофеечка такие была, вот, пакетики покупаю себе. Там блины жарил, я тесто сделал уже. Мои коронные фирменные блины, оладьи я сегодня утром жарил себе, кушал, с чаем пил. Вот, там еще тесто стоит. Вот, думаю, боже мой, ну, какие счастливые женщины. Они же этого не ценят никогда. То есть, вот, ну, они думают, что если, вот, общество их так принимает, у них есть функция... Это не все. Я люблю женщин, да, как бы, и у меня клиентов так много есть. Но они не понимают, как это вот быть геем, да? Когда я могу приготовить такую вкусную еду, что мне мама говорит, боже, как вкусно ты приготовил, сынок. У меня дядя кушает, ой, как вкусно. И приходит полно бойфренд, ой, как вкусно, ой, как ты готовишь. Я думаю, боже мой, и сколько есть женщин, которые не имеют так вкусно готовить. И у них есть, из бобровицы, красивенные мужчины, которые, извините, их трахают, которые цветы им дарят. А тут я готовлю так вкусно кушать, без преувеличения, да? Иногда получается лучше, иногда хуже. Но смысл в том, что умею готовить. То есть, приходи. Ну, можешь? Только живи и радуйся. И из бобровицы сколько лет искал бойфренда, не могу найти себе своего бобровицкого парня. Ну, вот нравятся они, эти бобровичане. Мне вот просто нравится. Ну, это такой типаж мужчин, парней. Вот это именно бобровицкий тип этих парней. Вот мне очень нравится. Но еще мне угледарские нравятся очень сильно. Вот они такие с угледара, как Игорь Степанович Бомбушкар. Ну, это так, к слову говоря. Ну, я буду приступать готовить. Ну, Игорь натурал, я его отпустил давно уже. Но я его очень люблю и уважаю. Значит, и так, мои дорогие, я буду приступать варить свой борщик, готовить оливьешечку, кулинарить. Хорошего вечера. Ваш Любомир Богоявленский.